Всем привет! Маленькое объявление. Меня регулярно пытают в личке, как получить мою книгу, находясь в Израиле, в Канаде, в Америке. Друзья, я не знаю, какие магазины, куда и как отправляют книги. Единственная информация, которую я получил от издательства, с которым я сотрудничаю, это то, что книга есть, пока еще есть, в магазине, ссылка будет в описании. Судя по информации на сайте этого магазина, у меня нет с ними связи, еще разочек, я просто залез и посмотрел, они отправляют книгу по всему миру. Так ли это на самом деле или нет, обращайтесь сами в магазин. И, насколько я знаю, в физических магазинах книги уже тоже не осталось. Но не переживайте, если кто-то еще не успел купить или желает порадовать своих друзей и знакомых на праздник, значит, собирается допечатать книгу. А сейчас смотрим ролик про быструю грудинку. Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарду Пропаганду. Пошел в магазин тут за свиной шейкой, хотел сыровяльную замутить. И пока мне ее завешивали, глазел на прилавок. И углядел отличный кусок подчеревка. Обычно у нас продаются какие-то слишком жирные куски, сала на них очень много. А тут посмотрите, какое чудо. Много мяса. Жировые слои присутствуют, но их не чрезмерно много. Короче, взял я его. Долго ждать никакого терпежу нет, поэтому буду готовить с красным методом. Для чего мне понадобятся стартовые культуры, за которые отдельное спасибо Павлу, хозяин магазина, ем колбаски. Паш, спасибо тебе. Отличная штука. Чтобы еще больше ускорить процесс, солить буду шприцеванием. Пропорции основных этапов в конце ролика прочитаете. В воде разведу нитритную соль, морскую соль и стартовые культуры. И все это надо размешать до полного растворения. А теперь выружаю шприцом и обхавываю кусок со всех сторон. Обратите внимание, у меня две иглы есть. Одна вот с одним отверстием на конце, а вторая вот такая вот с боковыми отверстиями. И, естественно, шприцевать удобнее именно вот такой, дырявый. Тогда во все стороны рассол расходится. Но, так как рассолта у меня немного, вытягивать его в шприц такой вот дырявой иглой сложновато. Поэтому придется их менять во время процесса. Чем равномернее обкалывать, тем быстрее и равномернее процесс посолки. Присходит. Отлично. Так, ну а засолить я буду в форме. Так как использую стартовую культуру, то первые два дня проведет эта форма при комнатной температуре. Потом еще на сутки, может быть, на двое, как получится, уберу в холодильник. И закрыть хорошенько. Естественно, надо будет периодически вынимать этот кусок и со всех сторон, выделивавшись соком, обмазывать, чтобы равномернее просолить. Все, встретимся по окончании просолки. Кусок грудинки пролежал при комнатной температуре двое суток. Вот так он выглядит. У нас тут жарковато было. И эта комнатная температура составила там добрых, наверное, 26 градусов. Отправлю его в холодильник на сутки-двое. Пусть там полежит. Продолжаем разговор. Итак, просолилась грудинка в холодильнике, надо ее подсушить. Как видите, подвесил ее в тенечке. У нас сегодня ветрено, поэтому подсохнет быстро. Грудинка подсохла, теперь тепловая обработка. Я буду ее проводить по следующей схеме. Копчение при 55 градусах до внутренней температуры 45. Коптить буду в самодельной коптильне. Нагревательный элемент включил. Дымогенератор дымит. Грудинка в коптильне. Камеру закрываем. Целевую температуру установил на 55. Сейчас она греется. Блин, щуп термометр забыл вогнать. Сейчас сделаем. Термометр загнал. Все. Процесс пошел. После завершения процесса копчения, это когда температура внутри куска достигнет 45 градусов, я оставлю проветриваться на улице на сквозняке где-то на час-два, после чего завернув пергамент и уберу в холодильник на сутки, на двое, как получится по времени, для того, чтобы все вкусы и ароматы выровнялись. Так что встретимся с вами уже за столом, когда будем пробовать этот кусок мяса. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот такая грузинка получилась. Как видите, очень такая нежная, мягкая, расползающаяся. Из-за того, что температура готовности в данном случае 45-47 градусов получилась, это не чистые воды. И ни в коем случае это не сырое вяленое, но это и не горячего, вернее, это не сыр копчет, и не горячего копчения продукта. Это нечто среднее. Она, видите, такая тянущаяся, такая слегка, но при этом мягкая, нежная. И достаточно быстро. Запах копчения очень легкий такой, очень ароматный. Шкурка, шкурка все-таки жестковата. Вот такая жесткая, какая бывает при холодном копчении, не при варке. Ее нужно будет отрезать, конечно. Еще момент. Время, когда старты работают, время вот этой готовности по стартам, сильно зависит от температуры в помещении. Если у вас в помещении температура низкая, плюс 17-18 градусов, то трое суток займет, я думаю, выдержка. Если такая стандартная, не знаю, там 18-20 градусов, то за двое суток, как у меня. Если, в принципе, жарко, там 22-23, может быть, градуса в помещении, то и за сутки все будет готово. При температурах выше, конечно, не стоит удержать столько времени. Оно просто может испортиться, несмотря ни на какую соль, ни на старты. В этом случае, если у вас очень жарко дома, ну, выдержали вы со стартами, ну, 2-3 часа при комнатной температуре, убрали в холодильник, полежало мясо в холодильнике, остыло там 6-8-12 часов, еще на час-два достали, опять оно прогрелось, опять убрали. Вот в таком режиме можно работать. Короче, это быстрый рецепт, на мой взгляд, классный и простой. Так что берите на вооружение. Да, и насчет копчения. Совершенно не обязательно использовать именно вот такой ящик, как у меня. Вы можете взять обычное сито металлическое, знаете, круглое такое. Кулаком промяли середину, опилочек насыпали в него, на камушек, даже на плитку поставили, подпалили, вот у вас дым идет. Картонной коробочкой накрыли, вот у вас проходит копчение. А температуру будет набирать у вас ваш кусок в духовке. Если у вас духовка, позволяет выдерживать электрическое, как обычно позволяет, температуру в 55 градусов. Короче, вот так. На мой взгляд, очень простой, очень быстрый способ. Берите на вооружение, готовьте. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok